Друзья, дорогие друзья и враги, летнее впечатление, очередное проезжал сейчас мимо Румянцевской Ленинской библиотеки. Там, как вы знаете, сидит несчастный русский писатель Достоевский, но сидит-то он Достоевский, ну кто же его поставит, он же памятник, он раньше сидел сгорбленный, несчастный Адын, совсем Адын остался, сидел. Сейчас нет. Руководство нашего города Достоевского решило осчастливить. И теперь Достоевский сидит в цветах, значит, такие коробки, коробки, там цветы, их занюхивают гости столицы. Вот. И это как бы намек, намек Достоевскому, потому что Достоевский все время он как-то все к топору, вот тянется к топору. А это намек как бы рулакс, рулакс Достоевский, расслабься, только Достоевский к топору, а ему руководство говорит, там цветы, расслабься, не бесись, не бесись, Достоевский. Вот. И такая расслабленная атмосфера в плиточной Москве, уже заплитовать просто все, и поверх плитки сейчас вот еще и, значит, такие гробики с цветочками. И Достоевский, весь в цветах, такая Москва, ощущение кануны, что Москва накануне. Мы не знаем, чего. Мы не знаем. Но мы догадываемся. Как говорил Рома Виктюк, мы не знаем, но мы догадываемся. И вот Достоевский сидит в этих цветах, там праздно шатающиеся алкаши, гости столицы, дружба народа. Вот. И теперь он уже не так одинок. И вот все-таки этот намек расслабиться, да, мне кажется, он правильный. Только, Достоевский, к топорю, кайма, расслабься, расслабься, Достоевский. И вы тоже расслабляйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...